Девушки отдыхают Кому в радость сельский труд Думаю, поэтому наши корреспонденты Всегда с удовольствием отправляются В очередное путешествие по Приднепровскому краю А потом делятся своими впечатлениями Кстати, вот и они Мы везде были, все видели Мы не первый год здесь Нам очень нравится Настроение, погода, все так красиво, чудесно Праздник славянского единства, братства и добрососедства Александрия вновь собрала друзей на берегу Днепра Первый грузился в этом СПК Обидовичек Настроение хорошее Прекрасное Погода тоже прекрасная И будем надеяться, что будет В этом году очень большой урожай Первое рапсовое зерно поступило на элеватор Уборочная кампания Стартовала в южных районах Могилевщины Мед этого года урожая Буквально три дня Выкатанный, как снят с магазинов Он вполне зрелый Видите, какой он густой Здесь медоносы фацелия Гречка горшица Янтарный, ароматный и очень вкусный Только в деревеньке вы узнаете Уникальный букет трав, который делает мед особенным События минувшей недели Безусловно, это праздник Купали в Александрии В этом году агрогородок в Шкловском районе Собрал друзей уже в пятый раз Нет предела фантазии организаторов В этом году всех желающих посетить праздник Объединила река дружбы Днепр Как всегда в Александрии было на что посмотреть Площадка на берегу Днепра в пять квадратных километров В эти два дня была пестра и богатая на события Гости из всех уголков Беларуси, России, Украины Всего около 100 тысяч человек А это рекорд Ремесленники да торговцы с трех ярмарок Местной Александрийской, Сорочинской, Украинской, Нижегородской, Российской Не только торговали, мастерство свое показывали В умении дерева в диковинные фигуры превращать Глину обжигать, да металл гнуть Сделаем подковы, розы, подсвечники Сколько времени уходит, чтобы сделать одну подкову? Ну буквально час-два Художники демонстрировали мастерство владения кистью Заядлые рыболовы ловили рыбу по старинке руками Развлечения на любой вкус Кстати о вкусе Под пляски народный аккомпанемент балалаяк, трещоток, цимбал, гармоник Хороши были картофельные драники Второму хлебу на Александрии отдельное внимание В честь картошки организовали целый фестиваль Белорусская бульба В нем приняли участие десятки подворий Сначала картошку чистим Потом моем Потом берем терку ручную И вручную натираем эту картошку Обязательно вручную? Обязательно вручную Потому что если будет не вручную, драники не будут такие вкусные Но самое главное, добавляем туда улыбку От которой драники становятся слаще И потом выпекаем вот на такой печке Прекрасно, мне очень нравится Здесь очень весело и хорошо Мы везде были, все видели Мы не первый год здесь Нам очень нравится Настроение, погода, все так красиво, чудесно Ну а вечером в Александрии по старой купальской традиции На берегу дружной реки Днепр зажгли магические костры А небо озарилось праздничным фейерверком И в этом большом веселе кто-то обязательно загадал желание С надеждой на то, что оно обязательно сбудется Не только песнями да плясками удивляла Александрия На праздники чествовали лучших аграриев области Среди них и сельхозпредприятия, и сами работники Церемония награждения лучших аграриев области Стала главным событием второго дня праздника Более трехсот передовиков, которые трудились над урожаем 2013 Получили награды из рук губернатора и министра сельского хозяйства На чем ездили? На МАЗе Много перевезли? Три тысячи, по-моему Тяжело, конечно, было Но никто не сам добивался этого Ну, стремление к чему-то к победе Всегда оно было, есть и будет Ну, стараюсь достичь лучшего Среди лучших были передовики из могилевского агрокомбината «Заря» Если сравнить, вот, например, этих вот пять месяцев к уровню прошлого года То мы увеличивали производство валовой продукции на 130% Это ощутимо для «Заря» Конечно, награду, которую еще не дали, я очень благодарен за эту награду А она, награда, заслуга всего коллектива И об этом в один голос говорили все передовики агропромышленного комплекса Дружба наша коллектива Энтузиасты хорошие у нас, ребята В общем, трудились все хорошо Спасибо за поддержку коллегам, родным и близким Без которых урожай не мог быть таким впечатляющим В году минувшем область сработала на высоком уровне И я думаю, что в преддверии следующей кампании, уборочной кампании Мы вот таким образом и черту подведем В части того, чтобы поблагодарить за труд И нацелить на новые те показатели, которые сегодня крайне необходимы А о том, что область с такими-то работниками Может добиться еще более высоких результатов Говорил и министр отрасли На полях достаточно неплохой сформирован урожай Рапса, зерновых культур Подходит сахар, насекла, картофель При этом есть уверенность говорить о том, что Именно текущий год более урожай И на этом, на то есть, ну и безусловно Удастся нам сформировать необходимый объем Товарной продукции и животноводства Чтобы послужить увеличением именно денежной выручки От реализации этой продукции И, конечно, будет гарантом выполнения Самой главной направляющей Экспорта потенциала Именно продуктов продовольствия нашего государства В 2013 году агропромышленный комплекс области Экспортировал продукции на 350 миллионов долларов В этом году глава государства поставил задачу Увеличить показатель на 112% Аграрии Могилевщины к этому готовы Продолжим тему сельхозработ От хозяйства Могилевщины завершают подкормку растений Вниманием никого не обделили Свою дозу питательных веществ Получила и свекла, и кукуруза, и многолетние травы Подкормка – дело нехитрое, скажете вы Но не спешите, и тут есть свои особые технологии Наши корреспонденты решили с ними познакомиться Здесь вот раньше стояли распылители у нас, да Они снимаются и ставятся обыкновенные опуски шланги И с учетом, что удобрение не распырскывается сверху на растения, на листья А идет по шлангу По этой технологии кукурузу в совхозе-комбинате «Горки» Азутными удобрениями подкармливают уже лет 7 Эффективность работы увеличивается, да и для растений безвредна Проехал трактор, и удобрение у нас получается не на листья кукурузы попало, а в междурядье Оно постепенно распространится, и растение его впитает Если бы оно попало на растения, то листья получились божоги у нас Листья пожелтели, и мы ждали, пока пойдут новые В хозяйстве царицы полей отвели тысячу гектаров Выращивают на зеленый корм скоту Год назад урожайность составила 370 сантиметров с гектара В этом году рассчитывают получить больше 450-500 К слову, в питательных веществах нуждается не только кукуруза Сейчас в хозяйствах активно ведется подкормка многолетних трав для второго укоса На данном поле бобово-злаковые травы многолетние Кормим сейчас сульфат аммония, азотные удобрения При подкормке азотными удобрениями увеличивается урожайность травы Ну, соответственно, быстрее она уходит в рост И таким образом мы быстрее получим наш сенаж На сенаж в хозяйстве горы зимой будут претендовать 5400 единиц условного поголовья Важные качества и количество зеленого корма Травостой у нас хороший, вот видите, гусенькая трава, ну, сочная Поэтому, думаю, мы подкормим, она еще больше раскустится, пойдет в рост И соберем хороший урожай С гектара центнеров по 140-150 Конечно, не от одной подкормки зависит урожай Главное, чтобы погода благоприятствовала, говорят аграрии Тогда и планы сбудутся Я всегда удивлялась людям, которые и хозяйство успевают вести И огород в чистоте содержать, да еще и заниматься при этом любимым делом Среди них житель агрогород Камышковичи Петр Яцкевич Его хобби – пчеловодство А мед Петр Владимирович считает лучшим средством для хорошего здоровья и долголетия Как вы думаете, чем занимается этот человек? Маленькая подсказка, обратите внимание на одежду Да-да, человек в полосатом камуфляже – пчеловод аж с 35-летним стажем А зовут его Петр Яцкевич На данный момент у меня 25 пчелосемей Породы – серая горная кавказская, есть покфасты, есть краинка, есть карпатка и есть итальянка Кстати, итальянка – самая настоящая Ее Петру Владимировичу из Италии привезла дочь Самая большая яйценоскость в итальянской породе мата Она откладывает до 2500 яиц в сутки И тело ее очень интересное Она, во-первых, масса большая ее И желтенькая такая вот Меду пчеловода натуральнее не придумаешь Всякой химии пчел он не кормит, да и сахарком не балует Мед этого вода, урожая, буквально три дня выкатанный, как снят с магазинов Он вполне зрелый, видите, какой вот густой Здесь медоносы фацелия, гречка, горшица Их Петр Владимирович выращивает специально На 15 сотках не только грядки, но и медоносные травы, которые и делают вкус меда особенным Фацелия – самый лучший медонос Горшица тоже И в то же время они очищают поле от сорняков Фацелий – очень приятный мед Такой он как бы голубовато-зеленый Такой запах и прикус очень приятный А вот прошлогодний мед, но уже липовый Липа прошлым летом давала хороший взяток, говорит пчеловод А бывает такое нечасто – раз в 5-7 лет Есть у пчеловода лакомство и для гурманов Мы привыкли есть мед ложкой А вот продукт из пчелиного магазина попробует не каждый Мы пчели, кто нравится очень мед в сотах Они у меня просят такую рамку соток Кусочек срезается так и с этими сотами Кушается мед, ну в смысле высасывается А воск этот тарелочками куда-то Остается, да? Достойному продукту и дополнение под стать Ароматный травяной чай собственного изготовления Липовый цвет, мята, мелиса, здесь лис смородины В общем где-то 14 видов трав В тушице, да? И сок, зверобой В свои 72 Петр Владимирович полон сил и энергии А все он полезный продукт под названием мед А когда он еще и со своей пасеки вкуснее лакомства, не слышишь То, что надо понимать мир пчелы и жизнь ее Вот, надо любить это дело Если не будете любить, ничего не получится На этой вкусной медовой ноте позвольте с вами попрощаться Назначаю вам свидание через 7 дней, как говорится, на том же месте, в тот же час Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»